всем привет друзья грядет обновление с новыми правками и новым и вент пасом поэтому сегодня вам поведаю все что смог увидеть и пощупать на pr сервере игры перед вводом на лайф и не забудь поставить лайк за проделанную работу а если видео понравилось тогда подписывайся дабы поддержать мой канал также хочу напомнить что в сообществе на моем канале проходит викторины с розыгрышами уникального портрета mortis и премиум подписки на один день если не хочешь пропускать ништячки залетай на мой сервер дискорде там всегда уведомления приходят вовремя ссылка на сервер в описании итак начнем с нового battle паса и нового и вента а после перейдем к инфе поправками тестом новый ивент проходит на новой карте под названием мертвый город данная карта очень схожи с гаражом синдиката и выполнена в том же стиле что по самой потасовки она проходит по правилам каждый сам за себя вас будут распоряжение особые крафты со своими уникальными способностями также на самой карте можно лутать дополнительные бонусы данные бонусы помогут вам добавить как новое вооружение так и пополнить запас ускорителей также есть и лут на ремонт сверху вас будет заряжаться индикатор суперспособности она в свою очередь зависит от выбранного вами крафта из интересных наблюдений могу сказать вот что урон который вы наносите всегда будет желтым так что нету смысла искать кабинку противника выполняя задание ивента иного бп вы будете открывать все больше чертежей для данной потасовки платная версия пропуска позволит вам открыть больше чертежей а бонусом будет очень важный ресурс под названием зажигалки зажигалки открываются за задание ивента а также за каждый уровень начиная с 36 данный ресурс можно будет обменять на апнутые детали на специальном станке боевого пропуска на легендарной детали понадобится 480 штук на фиол 170 а на бирюзу всего 100 вся по детали вы можете наблюдать сейчас на экране также при покупке боевого пропуска вы получаете следующий наборчик ну а сам бп полностью выглядит следующим образом ну а теперь перейдем к тестам начнем с ховеров красные ховеры не трогали а вот синие ховеры получили снижение грузки аж до 650 килограмм это очень весомый нерв все сборки на 5 ховеров и выше автоматом лишаются как минимум одной тонны грузоподъемности придется либо ставить больше ховеров и терять маневренность либо оставлять так как есть и терять какую-то часть брони вот вам сравнение 5 ховеров и кар-4 и кар-7 погрузки по управлению все осталось на том же уровне идем дальше цунамки сделали перк играбельным на ховерах наконец-таки его можно спокойно заряжать когда у ховеров остается инерция это прям плюсик ведь пушку редко встретишь на чем-то кроме ховеров а на них перки не работал посмотрим как это ей поможет на лайве а следующий у нас на очереди варун правки по варуну вы можете сейчас наблюдать на экране самое важное это снижение точности и наличие перезарядки в количестве 0 3 секунды чекайте сравнение варунов на пиар серверы и на лайве как мне кажется у них прибавилась не перезарядка а сама зарядка выстрела думаю в таком виде данное оружие точно подубавит свои таланты дальше у нас на очереди мнл ки им по дефолту завезли 50 км в час так что теперь в режиме ног биграмы отстают от них на 5 км наконец их отвязали от каракурта и теперь любая кабинка на них будет бегать на максималке ну а каракур теперь сам по себе ему дали следующий перк увеличивает точность и скорость полета ракет на 50 процентов при этом уменьшает их урон на 20 процентов тут я вам скажу что это неплохая заявочка на оживление как кабины так и оружие вот вам немного тестов первый тест это тест на урон теперь тест на дальность думаю что уменьшение урона на 20 процентов это вообще копейки снаряды с каракуртом летят кучно быстро и далеко стрельба по баллистике очень упрощается а если сверчки ахнуть еще и на скорость полета то можно стрелять прямо как со скрапа теперь можно записать данный билд как один из самых дешевых для кого себестоимость данного крафта до 9000 монет да да 9000 монет это не копейки конечно но там только пять ховеров и аполлон вместе стоит шесть половиной тысяч мазохисты могут собрать крафт на бутстрепе без маховика и на четырех ховерах тогда себестоимость упадет до 5000 монет ну и вот вам напоследок еще капля ностальгии на наш старый гараж теперь вернули мишени все остальные правки можете прочитать в почтноуте по ссылке в описании их будем тестить и обкатывать уже на лайве это касается новая гида с двумя энергиями нового ама море и так далее а с вами как всегда был саботаж до новых встреч друзья киар запалил новый ну ты конечно молодец